В Чебоксарском районе, вблизи деревни Ситра-Косы, развернулась масштабная операция по поиску двух осужденных. Преступники сбежали из исправительной колонии номер один, завладев боевым оружием. Задержать по горячим следам их не удалось. О побеге стало известно слишком поздно, во время утреннего построения. Такой сценарий для своих учений написали в Федеральной службе исполнения наказаний. Свидетелями активной фазы тренировки стали мои коллеги. Где скрылись преступники стало известно уже спустя несколько часов. Вооруженных людей, ведь лежит ли одно из деревень. Сбежать далеко им не удалось, квадрат поисков значительно сузился. Лесной массив на окраине деревни Ситра-Косы. Для задержания осужденных сюда стягиваются не только сотрудники УФСИНа, но и армейские подразделения. Вот так начинается активная фаза учений, где укрылись сбежавшие заключенные уже известно. Сейчас сотрудники УФСИН полностью окружают лесной массив. Прорваться через такое цепление уже невозможно. Размах операции впечатляет. Кинологи, сотрудники всех ближайших колоний, спецназ. Всего в операции участвует более 300 человек. Вокруг листового массива они встают в плотное кольцо. Разведка на местности приносит результаты. Беглецы укрылись в этом блиндаже. Группа захвата окружает его. Команду на штурм пока никто не дает. Преступники удерживают заложника, тоже сотрудника УФСИНа. Отпустить его обещают в обмен на большие деньги и вертолет. Начальник наши требования слышал. Мы ничего не боимся. Терять нечего. Но выполнять такие требования никто не собирался. С преступниками в переговоры вступает представитель управления. Он призывает их сдаться. Группа захвата все ближе подбирается к брендажу. Договориться с преступниками не дается. В ответ нужно вздаться. Они отстреливаются в ответ. Обстановка накаляется. На место прибывает отряд спецназа. Команда на штурм и в бой с преступниками вступает спецназ. Шумовые гранаты, дымовая завеса. На ответный огонь беглецам не оставляют никаких шансов. Несколько секунд и на осужденных надевают наручники. Заложник жив. Подобные учения в УФСИ не проводят каждый год. Для сотрудников создают самые разные ситуации. Поиск преступников, предотвращение массовых беспорядков. В ходе таких условных операций действия всех оперативных групп оттачивают до идеала. Уже во всех учреждениях имеются планы привлечения сил и средств. Люди все подготовлены. В случае объявления тревоги собирается личный состав и выезжает в заданный район. Личный состав, который привлекается, он постоянно проводит занятия, находясь непосредственно в расположении своих подразделений. Проводится как учебные занятия, так и тренировочные занятия. Поэтому все люди, кто задействованы в данных учениях, знают свое место, знают, как действовать. У нас ежедневные тренировки по тактике. По захвату здания и всяких других объектов, которые будут захвачены. К подобным экстренным ЧП в Чувашском Уфсине готовы всегда. Правда, на протяжении вот уже 13 лет осужденных ловят только на учениях. Все это время из колонии республики никому не удавалось убежать. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.